Скажите, экспортная пошлина на растительное, на подсолнечное масло прежде всего, она возможна? Вот Минэкономразвитие уже выдвинуло. Ну да, я видел сообщения СМИ по этому поводу. Я считаю, что это, скажем так, перестраховка со стороны власти в части того, насколько добросовестно будут выполняться соглашения, которые мы сегодня, надеюсь, подпишем. Я считаю, что избыточная мера однозначно совершенно, потому что у нас безоговорочно все наши члены, а это 85% фактически рынка бутылированного масла России, безоговорочно поддержали соглашение. Сегодня мы, я надеюсь, об этом объявим. И никаких предпосылок для того, чтобы вводить экспортную пошлину на масло мы не видим. Соответственно, если мы говорим сейчас, если мы говорим о эффекте такого возможного решения, то однозначно совершенно это будет крайне негативный эффект. Фактически он поставит отрасль нашу на грань банкротства. То есть мы считаем, что экспортная пошлина на подсолнечное масло – это лечение головной боли путем отсечения головы. То есть на сегодняшний день это катастрофическое решение по своей сути, если оно будет достигнут для отрасли, потому что экономика наша единицы процентов. И если нам введут сегодня при тех стоках, которые у нас в среднем 3-4 месяца, а у некоторых компаний до июня месяца, и объем закупки был произведен по цене 39-40 рублей. Вот представьте, сегодня введут экспортную пошлину на 15%, экспортную пошлину на подсолнечник, уровень цен на сырье 33. К какому эффекту это приведет? Ну, мы просто получим волну банкротств к осени по масло-жировой отрасли, и в итоге можем получить обратный эффект по дефицит бутылки на полке. Как-то ни странно. Поэтому я думаю, что до этого дела не дойдет, уверен, до этого дела не дойдет, по причине того, что, как сказано было, это будет применено только в случае, если не будет выполняться соглашение. Масло-жировая отрасль все свои обязательства по соглашению выполнит в полном объеме.